Добрый день. Подскажите такой вопрос. Я, допустим, хочу свою десятину в благовестие использовать. Но я, получается, правильно не крещен. Имею ли я право распространять, благовестовать? Можете. А, у священника надо спрашивать благословение? Ну, это Бог благословил. Это не то, что неизвестно какое-то дело. А если он этим не занимается, он начнёт руки вам выкручивать. Мы всегда благословляемся. У нас здесь свой священник. А другому скажи, который сам ни разу не выходит. Да зачем это нужно? Ты лучше там свечку купи. Я знаю о них. С дальним прицелом говорят. Смотрите, как ваше сердце подскажет вам. А у вас какие-то наработки есть? Чтобы... Ну, в каком объёме распространяете? Что именно там? Евангелие, допустим. Я думаю, что большего опыта, чем у нас, никого нет. У нас буквально все. Каждое воскресенье. Иногда по восемь машин выезжало. Да по сорок восемь человек. Большие сёла. Мы только в окрестностях раздали больше тридцати тысяч евангелий. В одном только, где куда крестный ход идёт, чудотворная икона тут у нас есть такая. Ну и туда поехали. А там храм. И в храме, я не знаю, монахи или кто они, там человек шесть. И приходит не больше десяти человек. Мы село всё обошли. Нигде Евангелия ни одного не нашли. И потом в конце там два человека вроде показали что-то. Мы раздали только не Евангелие, а полностью Новый Завет в Псалтире. И четыреста семьдесят пять экземпляров. Только на одно село. Вот так. А вы, получается, это заказываете для печати или покупаете где-то? Ну, тут история разная. Было раньше время, нельзя где узнать. А такие есть Гедеоновы братья. И нам сообщили. В Иркутске есть. А мы живём на Алтае, в Барнауле. Ну, мы сговорились там. Фамилия его Кукушкин. Какие-то. Они не православные. И мы туда поехали. У нас газель специально купленная. Грузопассажирская. И там было очень интересно. Мы приехали только туда. Ничего ещё не сделали. Вот представьте, мы заходим, как с неба, говорится, свалились к нему. Солидный такой мужчина. Бритый. Ну, ещё спрашивают-то. Не православный же. Ну, мы сказали, вот зачем приехали. Мы же договорились. А, ну, пошли на склад. А у него склады огромные просто. И вот мы такой он как бы полэтажа в земле. А вторая половина этажа, она уже над землёй. И пока мы поднимались переходить, разговариваем. Потом дошли уже до низа, обратно в склад пришли мы с улицы. А его Игорь звать. Он обернулся на меня. Я смотрю на него, как будто бы он меня первый раз видит. Вот вы со мной говорили сейчас. Как вы говорили со мной? Ну, я думаю, как я с ним говорил? Как всегда. Я первый раз в жизни вижу живого пророка. Какой я пророк, Игорь? Я говорю, что ты выдумаешь? Не говори так. А он пресс-фитер у них считается. А вам сколько надо? Ну, я сказал, сколько. Он так посмотрел на складе. Вот сколько вы везёте всю машину? Забирайте хоть всё отсюда. И мы у него ночевали. И он уже рук крестился с нами за стол. Крестился, крест на знамени совершал. И стоял у стола и прислуживал нам. Как вот Авраам каким. А то вообще не видно. А у него, кажется, семь или восемь ребятишек. И жена ещё беременная была. И я узнал от него. Он, я, говорит, я оплащу не одну десятину, а пять. С тысячи пятьсот рублей отдаёт. Я первый раз встретил такого человека. Вот как Бог делает. И сколько даёт, и откуда. Первый раз мы встретились. Ну, а сейчас у нас тут связи есть. И я даже недавно задал вопрос. Вот эти хорошие, жирным шрифтом. Красное. Четыре Евангелия там. Сколько же издали? И кто издаёт-то? Ну, кто издаёт, не знает. Но написано по благосостоянию патриарха Кирилла. Примерно три миллиона уже разошлось. Такого в истории России никогда не было. Да, думаю, и ни в одном государстве не было. Вот нашлись люди, а мы об этом всё время молились. И которые, ну, вот так вот издали. И мы получали, сколько к нам приезжали иногда. Мы людям отдавали, что в них машина уже, рессоры прогибаются. Вот как это всё дело Божье. Услышанная молитва. Так что вы, Алексей, тут не расстраивайтесь. Бог обязательно вам покажет. Даст. Всё необходимое. А священник, если он настоящий благовестник, то он вас сразу с радостью благословит. Как у нас вот. А если он никакой, он и будет вам баклушу под ноги бросать. А такой моментик ещё вы, получается, там не прилагаете какие-нибудь контакты, может, или там контакты на сайт? Ещё я не могу сказать, как и где, кто. Я только говорю про наши. У нас перевалочная база тут есть. Близкие люди. Были не наши, как будто бы там, с адвентистов. А сейчас стали разговаривать. Я уже давно православный. Ходит в церковь. А я даже и не... Я имею в виду, когда вот вы распространяете, благовествуете. Да. Вот Евангелие раздаёте, допустим. А на последней странице там не прикрепляется, допустим, контакты или... А мы кладём визитку. Визитку всегда кладём. А внутрь кладём визитку. У нас визитки изданные. А на визитке всё. Наши данные, форум. Всё абсолютно. Телефон. Интернет-ресурсы указаны где-то. Да, все. Все ресурсы. У нас ресурсы огромнейшие. Вот я знаю, что какие у меня ролики есть. Нигде в мире этого нету. Нигде. Но я знаю, вот там где-то, даже не знаю, в каком государстве, там пять тысяч у него роликов в канале. А у меня на одном канале двадцать одна тысяча девятьсот. Я в курсе, наверное. Ну вот и всё. А как? Это Бог делает. Это не наше. И нам тут ещё нельзя сказать. Только непрерывное благодарение и славословие Богу. Всё понятно. Спаси Христос. Слава Христу. Никого больше нет? Отхожу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу.